В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Сарове началось строительство первого научного здания Национального центра физики и математики. Наставник в деле в ДДТ прошел форум по ученическому самоуправлению. Гитарный калейдоскоп воспитанники детской школы искусств номер 2 вернулись со всероссийского конкурса. Далее расскажем по всем подробно. В Сарове началось строительство первого научного здания Национального центра физики и математики. На территории технопарка Саров залили первый бетон в основание Конгресс-центра. В ближайшее время генеральный подрядчик также начнет возводить здания Центра коллективного пользования. На строительство первых двух зданий из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей. Это будет гостеприимное место, где мы обеспечим максимальную концентрацию интеллекта, когда ученые будут приезжать, чтобы участвовать в совместных мероприятиях, формулировать новые идеи современной физики и математики. По нашим расчетам Конгресс-центр будет вмещать до 700 человек, и в нем на постоянной основе будут работать около 120 сотрудников. Поделился планами научный руководитель НЦФМ Академик РАН Александр Сергеев. Центр коллективного пользования объединит под своей крышей научные лаборатории НЦФМ, оснащенные самым современным научным и экспериментальным оборудованием. ЦКТ будет оснащен оборудованием нового поколения, что создаст уникальные условия для совместной работы разнопрофильных научных специалистов с целью проведения изысканий в рамках программы проектов по приоритетным, национальным, фундаментальным и поисковым научным исследованиям. Мы планируем, что в ЦКТ на постоянной основе смогут работать до 350 человек, плюс он будет способен уместить до 230 посетителей ежедневно, отметил Александр Сергеев. По плану уже к концу года строители должны возвести основные несущие конструкции двух зданий, затем наружные внутренние стены и перегородки. Осенью начнется монтаж внутренних и внешних инженерных систем и оборудования. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на начало 2025 года. Проект застройки предполагает как можно лучше вписать современные здания в окружающий ландшафт, оставив как можно больше природных объектов, не нарушая эко-среду местности, пишет портал «Атомная энергия». Во Дворце детского творчества прошел муниципальный форум ученического самоуправления «Наставник в деле». В нем приняли участие лидеры советов обучающихся, активисты детских общественных объединений, старшие вожатые, советники директоров по воспитанию, классные руководители и родители. Поменялись местами. Школьники попробовали себя в роли наставников. Для педагогов они подготовили четыре мастер-класса в рамках форума ученического самоуправления «Наставник в деле». Группы участников по очереди осваивали игру на классическом и лепестковом барабанах. Лепестковый барабан еще называют глюкофоном. Он – полная противоположность привычной многим шумной версии барабана. Его звуки скорее дарят расслабление и умиротворение. На третьей станции учились японской технике создания картины из ткани кинусайга. В финале путешествия педагоги узнали, что в фотографии означает горизонт и почему он может быть завален. И еще много других премудростей по созданию удачного кадра на телефон. Посетила мастер-класс «Барабанный марш и музыка жизни». Очень понравилось играть на барабанах. Дети молодцы, очень ответственно подошли к подготовке. У меня только положительные эмоции. Когда мы шли на мастер-класс, мы думали, чему же нас могут научить дети. Оказывается, это очень интересно и познавательно, и это захватывает. И оказалось, что не только советник может быть наставником, но и дети могут многому нас научить. Дизайн, дебаты, проектный интенсив, деловая игра и презентационная площадка. Для участников форума подготовили насыщенную программу работы. На площадке деловой игры ребята учились строить дом самоуправления. Для начала определяли качества, которыми должна обладать команда ученического самоуправления, а потом решали, где именно их разместят – в фундаменте или на крыше дома. А что и вовсе отправят в трубу, как деструктивное, мешающее сплоченной работе. Я считаю, что самыми важными качествами является сплоченность, способность организовать мероприятия, для того, чтобы не было ссор, а даже если бы они были, они бы были по делу и быстро решались. А также еще нужно отметить взаимодействие между участниками и другими коллективами. С помощью этой игры мы можем отделить хорошие качества от плохих и понять, что правда важно в коллективе, чтобы он был хорошим, дружным, сплоченным. В форуме приняли участие совет обучающихся, лидеры и активисты детских общественных объединений, старшие вожатые, советники директоров по воспитанию, классные руководители, руководители приоритетов воспитания родителей. Он стал масштабной площадкой по созданию новаторских творческих идей, которые в дальнейшем могут быть реализованы в саровских школах. Как вы знаете, этот год – год педагога и наставника. И вот таким замечательным форумом мы открываем этот год. И надеюсь, что сегодня вы получите много положительных эмоций, много полезной информации и уйдете с идеями для дальнейшей реализации в своей школе. Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Речь идет о тех, кто участвует в специальной военной операции. Удостоверение подтвердит статус ветерана боевых действий и правонаполагающиеся по закону льготы. Получить документ можно в военкомате, по месту жительства или постановке на воинский учет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Музей народной игрушки приглашает саровчан принять участие в выставке декоративно-прикладного творчества. О светлом празднике весны поют пернатые птицы. Для пополнения экспозиции можно представить вышивку, роспись по дереву, керамику, авторских кукол, флористику, ватные игрушки и другое. Заявки принимают до 31 марта. Работу нужно принести до 4 апреля. Выставка откроется 7 апреля в 16 часов. Телефон для справок 6-64-94. Завершился муниципальный этап Нижегородской школы безопасности «Зорница-2023». В соревнованиях приняли участие 128 ребят из гимназии номер 2 и 8 других школ. Три дня команды школьников соревновались в различных дисциплинах. Военная, строевая и физическая подготовка. Конкурс оравнении на знамя тактической игра на местности «Военно-историческая викторина». По итогам соревнований в разных возрастных группах победу одержали команда «Барс» – школу номер 5, «Дети России» – школу номер 11, «Патриот» – школу номер 20. В старшей возрастной группе выиграла команда «Восход» – школу номер 13. Победители средней и старшей возрастной групп в апреле отправятся на дивизионные соревнования. Мужская команда ветеранов по баскетболу «Феникс» приглашает горожан на турнир, посвященный 77-летию со дня образования «РФЯЦ» в НЕФ «Золотая корзина». Соревнования пройдут в спорткомплексе «Юниорс» с 31 марта по 2 апреля. В турнире примут участие команды из Москвы, Хантамансийска, Тулы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Сарова. Будут играть чемпионы и призеры различных международных и всероссийских турниров. Групповой этап состоится 31 марта и 1 апреля. Финальные игры начнутся 2 апреля в 10 утра. Вход свободный для лиц старше 12 лет. Килармония школьников. В дни весенних каникул детская школа искусств продолжает многолетний проект по приобщению подрастающего поколения к миру музыки. Педагоги и воспитанники ДШИ приглашают в гости учеников городских школ и знакомят их с музыкальными инструментами. О чем разговаривают между собой скрипка и рояль, баян и аккордеон? О чем спорят барабан, вибрафон, гитара и синтезатор? Об этом узнали юные зрители, ученики начальных классов на филармонии школьников в ДШИ. Ежегодно в дни весенних каникул этот концерт проводят преподаватели и воспитанники детской школы искусств для того, чтобы познакомить детей с музыкальными инструментами. Филармония школьников дала старт приемной кампании в детской школе искусств. С 17 апреля начинается прием заявлений от родителей, будущих музыкантов, танцоров или архитекторов. Все отделения у нас остаются те, которые были в прошлые годы. У нас отделение архитектуры, исполнительские отделения – это игра на музыкальных инструментах, баян, аккордеон, синтезатор, ударные инструменты, фортепиано, вокал – очень большим спросом пользуются. Также хоровое пение. В последние годы очень большой ажиотаж на эту программу, так как у нас работает замечательный педагог. Востребовано и хореографическое отделение. В следующем году коллектив педагогов-хореографов пополнит новый преподаватель из Москвы. Для него будут набирать новый первый класс. В детской школе искусств реализуются две программы обучения – предпрофессиональная на 8 лет и более короткая общеразвивающая. Конечно, в данный момент и в данное время мы больше ориентированы на предпрофессиональные программы, чтобы дети хорошо научились, качественно играть на инструментах, рисовать и танцевать. Как правило, родители просто пишут заявление, а уже на приемных испытаниях мы смотрим, куда определить ребенка, на ту или иную программу. Родитель, как правило, выбирает инструмент либо направление – рисование, танец, вокал. До 30 мая детская школа искусств принимает заявление от родителей. В начале июня детей пригласят на вступительные испытания. Подробную информацию можно найти на сайте детской школы искусств в разделе «Поступающим» и по телефону 98400. Воспитанники детской школы искусств номер 2 приняли участие в конкурсе «Гитарный калейдоскоп». В этом году творческому соревнованию исполнилось 20 лет. Этот конкурс – своего рода талисман для саровских гитаристов. Практически каждый раз саровчане возвращаются с него с наградами. Подробности далее. Конкурс «Гитарный калейдоскоп» в этом году отметил свое 20-летие. Сначала он был областным, затем стал региональным, и сейчас это соревнование уже всероссийского уровня. У истоков стоял профессор Нижегородской консерватории Алексей Петропавловский. И до сих пор он возглавляет жюри «Гитарного калейдоскопа». А члены жюри меняются каждый год. И в этом году очень почетно, что мы выступали перед Романом Зорькиным. Это очень сейчас талантливый, востребованный и самый лучший гитарист России. В жюри иметь такого представителя очень почетно. Детскую школу искусств номер 2 на конкурсе «Гитарный калейдоскоп» представляли ученики Ирина Федельман, Анна Гончарова и Денис Китин. И если Аню уже можно назвать опытной конкурсанткой, то для Дениса выступление стало дебютным. Я играла два произведения. Первое произведение Ронда Корули, а второе произведение Веницкого «Маленький ковбой». Я очень довольна, потому что я в младшей группе получила лауреат второй степени. Анна Гончарова на конкурсе также исполнила Ронда Корули и современное произведение Виктора Козлова «Баллада Елены Прекрасной». Девочка стала лауреатом второй степени. Результатом Анна довольна. Она была самой младшей участницей в старшей возрастной группе с 14 до 18 лет. Я обычно играю веселую музыку, грустную музыку. У меня плохо получается играть. Мне нужно выразить свои эмоции. Я по природе веселый человек. Поэтому Ронда у меня все на позитиве, там все быстро, все стремительно. А «Баллада Елены Прекрасной» там больше о любви, о спокойствии, о надежде, что-то о понимании. Сейчас воспитанники детской школы искусств готовятся к областному конкурсу народных инструментов. Он пройдет в Иксе 8 апреля. Воспитанники образцового коллектива студии «Странной и народной хореографии Задоринки» Дворца детского творчества выступили на 9-м международном хореографическом конкурсе «Славянские самоцветы в Минске». Результат девушек – 3 первых и 2 вторых места. Подробности далее. Побывать на международном хореографическом конкурсе «Славянские самоцветы в Минске» было давней мечтой руководителей и участниц студии «Задоринки». И, наконец, чаяния девушек сбылись. В марте их пригласили в столицу Беларуси. Попасть на этот конкурс непросто. Организаторы заранее просматривают заявки и собирают мнение о коллективе, знакомятся с его историей. Нам предложили съездить в Минск на конкурс «Славянские самоцветы». И мы сразу согласились, потому что, во-первых, новый город. Посмотреть, как устроено. Мы были в Беларуси и Витебске, а тут новый город, Минск. Поэтому мы решили поехать. Конкурс очень понравился. Очень хорошая организация. Все организовано на высшем уровне. Нас встречали, отвозили. Очень добрые организаторы, очень отзывчивые. На конкурсе были достаточно сильные соперники, очень красивые номера, очень красивые сцены и профессиональные жюри. И потом уже, когда мы приехали, мы увидели, что мы в числе 29 коллективов, которым вот достоилась честь такая выступить. Это одна из самых таких честных, открытых организаций, очень серьезных. Все было настолько продумано до мелочей. Просто вот тайминг был минуту в минуту расписан. Но все было просто идеально, я считаю. Это прям браво этой команде. Действительно работают такие сплоченные профессионалы. Конкурс собрал сильнейшие танцевальные коллективы из крупных городов России и Беларуси. Как отметила Анна Козловская, ее воспитанницам было на кого посмотреть и чему поучиться. От Сарова ездила старшая конкурсная группа «Задоринок». Девушки возили три групповые работы – «Ворона», «Руладу» и «Взгляд из Марианской» и два сольных танца. Все групповые танцы завоевали первые места. Солистка Арина Макеева получила диплом у лауреата второй степени за композиции «Живая сталь» и «Порыв». «Живая сталь» – это растение, которое хочет пробиться сквозь дорогу, чтобы расти, жить, наслаждаться природой. А «Порыв» – он больше про времени года. Это тоже росток, который весной расцветает, а зимой, то есть в конце, он обратно уходит под землю. Во время творческого состязания в Минске в социальных сетях проходил конкурс группы поддержки. Все желающие могли отдать свой голос за один из коллективов. «Задоринок» поддержали хореографы из разных городов, с которыми соровчане уже работали, близкие, друзья и знакомые девушек. Благодаря этому «Задоринки» забрали приз конкурса группы поддержки. «Еще раз хочу поблагодарить всех жителей Сарова за то, что они прошли мимо, за то, что они поддержали наших девчонок. И благодаря вот такой коллективной поддержке мы выиграли. У нас не было ни одного накрученного голоса. Мы выиграли именно вот в честном таком, честном бою». Сразу после возвращения из Минска задоринки отправились в Нижний Новгород, где представили Саров на финале областного конкурса «Грани таланта». Воспитанники Анны Козловской показали на финальном этапе 10 танцев, и все вошли в число лучших. К копилку наград образцового коллектива пополнили семь дипломов лауреатов первой степени и три диплома лауреатов второй степени. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok